Субтитры делал DimaTorzok И у нас какая цель? В прошлый раз, если вы помните, мы добрались на базу Фи, где мы нашли на этом материке, будем его так называть, интересную такую вещь, как пещеру. А в пещере мы с вами обнаружили еще более интересную вещь, это замороженного левиафана, у которого есть бактерия, которая развивается в нем, в замороженном, прогрессирует. И эту бактерию достали, значит, наши ученые. Что мы узнаем? Мы узнаем, что Сэм хотела помешать развитию этой бактерии, она собиралась уже вот это вот все, значит, прекратить, но Сэм погибла при загадочных обстоятельствах, пытаясь предотвратить распространение болезни Харом. Мы узнали вот это вот, что здесь вообще все. Потом мы, значит, пошли искать антидот, чтобы вот этот вот роботик у нас все это дело вылечил. Ощущают ли люди радость от создания окончания чего-то? Иногда завершенность это чувство удовлетворения, осознание, что несмотря на все, со мной все будет хорошо. Я сделала то, зачем пришла. Я знала, что на самом деле случилось с ней. И завершила то, что она начала. Я узнала немного больше о человеке, которых восхищалась всю свою жизнь. Жаль, я не говорила ей это почаще. Сэм всегда хотела изменить этот мир. Она хотела бы сдержать бактерию ради всеобщей безопасности. Я благодарна ей за это. Жаль лишь я не смогла попрощаться с ней. Итак, группа ученых, работающая на корпорации Альтера, занималась тем, что исследовала планету, добывала ресурсы, и внезапно они обнаружили вот это вот. С вот этим вот. И что стало со всем этим? Они стали из этого делать оружие, я так полагаю. Ну, по крайней мере, корпорации Альтеры явно в этом была заинтересована. Для того, чтобы использовать не в благих целях. Но Сэм, будучи благородной девушкой, решила все это предотвратить. И она начала задеваться тем, что всячески препятствовала распространению болезни, но впоследствии погибла. Ну, а мы завершили то, что она дачила. Вылечили вот этого вот Левиафана. И теперь мы отправляемся дальше. А дальше мы отправляемся... Пока не знаю куда, потому что игра вообще что-то не алло. Она до сих пор у нас показывает последний пилот, известный на глубине. Зависла у нас карьерка. Не знаю почему. Как это все отключить. Поэтому мы будем читать помощь, которую нам предоставляет общество, которое любит эту игру. На различных специализированных сайтах. И там будем узнавать, куда нам идти дальше. Ну, вроде как мы все здесь сделали. Теперь нам нужно сделать следующее. Нам нужно теперь делать тело для нашего инопланетного разума, который в нас поселился временно. Который потерял свое оригинальное тело. Чтобы все было хорошо, нам нужно теперь ему создать это тело. Архитектору, то бишь... Архитектору, да. Архитектору того самого, о котором велась речь в первой части. Справились на поиски нового тела. Было холодно как никогда и пасмурно как нигде, но мы пробивались сквозь эти зимние застуженные скалы обратно к своему плавательному объекту, именуемым мореход. Нарех 5000. Тем временем, когда наши вены сужались от холода, а другие отверстия от страха, мы немного заблудились в этих пещерах. Вспомнив про подводный лаз, я немного освежил память о дороге назад. Постепенно мы все ближе и ближе приближались к точке нашей эвакуации. Надвигается опасная погода, ищите укрытие. Но тут что-то как-то все опасное вообще. Куда не пойди, все опасное. Все прям жестоко. Смотри, это какой-то тайничок. Опа, хлебушек. Опа, сигнальная ракета. И какая-то пещера. Какая-то пещера... Бесполезная пещера. Сквозь старые щели трещины мы добирались на поверхность, где в то время отворил и неистый ствол град. И вот мы почти добрались к выходу. Потратив некоторое время на пробежку по этим ледниковым периодам, мы добрались до нашего морехода. И с этого момента начинаются новые приключения. Итак, следующее задание. Нам нужно собрать части тела архитектора и сделать новое тело для Аллана. Для этого мы свалили на нашу исследовательскую базу, выгрузили часть ненужных нам вещей. Что для этого нужно? Для этого нужно было опустошить наши карманы от ненужных вещей. И мы снова вернулись на этот остров. Да, на этот ледяной остров. Для чего? Для того, что у нас есть и завершенное дело именно на этом острове. Какое именно? В прошлый раз мы с вами видели здесь мост, который нужно было починить. А чтобы его починить, нам нужно было исследовать недостающую деталь. После ее исследования мы поняли, из чего она состоит. Изготовив эту деталь, мы сейчас придем и установим на ее мост. А также, блуждая по острову, выполняя предыдущее задание, мы с вами нашли части так называемого сухопутного транспорта. Это полярный лис, на котором мы сейчас будем путешествовать по второй части этого ледника. Итак, нам нужно сюда установить гидравлическую жидкость. Не так, вроде как заработало. Теперь попробуем выдвинуть мосты. Офигеть, у нас все получилось, смотрите. Ну что ж, ребятки, время посмотреть, на что способен этот мотоцикл в условиях полного бездорожья. Итак, ховербайк у нас абсолютно голый. Так, а как им управлять? Ого, так, ладно. Ого, нихера, смотри, тут какая-то сумочка есть. Что тут у нас? Взять предбед. Нам сигнальные огни не нужны. Здесь довольно-таки светло, а ночью здесь нихер плавать. Так, я ощущаю интересные данные к северо-востоку. Возможно, это стоит исследовать, но берегись. Чего? Я помню ненасытных существ, строящих тоннели подо льдом. Ух ты, даже настолько круто. И мы стали искать то, что ощущал тут Алан. И бояться того, что тут роет асфальт. Ихо! Игорь. И у нас есть первая находка, какой-то краник. Посмотрим, что здесь. Вода. Я обреглазил тысячу рублей, мы не открываем этот ящик. Так, птичка. О, что-то, что мы исследовали. Аптичка, аптичка всегда пригодится. Батарею ударника. И ударник, ударник. Что такое ударник? Интересно, что такое ударник? Ударник, хлебушек. В целом, все хреново. Наступила ночь, ребятки. И мы можем так нехило себе обморозить жопку. Поэтому пойдемте спрячемся, дождемся рассвета и продолжим наше путешествие. С наступлением дня мы вновь отправились на поиски того, что привлекало внимание нашего Аллана. Оу! Слушайте, а нам явно не сюда, да? И что не так с этим полярным лисом? Это же абсолютно неуправляемая махина. Попробуем поехать в другую сторону. Все как-то запутано и непонятно. А мы здесь двигались вообще или куда? Давайте попробуем поехать в эту сторону. Возможно, здесь что-то нас будет ждать. Интересное, необычное и загадочное. Пока вроде бы все было хорошо. Двигались мы неспешно. И тут мы нашли обратный путь домой. Смею предположить, мы заблудились. Ладно, попробуем еще раз. Мы поехали направо, но не ездили налево, да? Ну как бы, камон. Давайте попробуем съездить налево. Попробуем отправиться наверх. Вот, смотрите, какое-то движение есть. Вроде бы как, мы двигаемся куда нужно. Смотрите, да, что-то похожее на инопланетное что-то. Хм, значит двигаемся мы правильно. Что ж, будем придерживаться этого направления маршрута. Срань-пересрань, это что еще такое? По пути я встретил что-то необычное, что-то ужасающее. Опа! Что это? Мать его, было. Что за? Охренеть. Это что-то не похоже на то, что просто роется во льду. Это, 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 это больше похоже что-то терраформирует нахер тут. Все. Офигеть. А куда мне дальше надо? Что-что-то, что-то я не хочу дальше ехать. Ну, в принципе, костюм у меня влагонеистощающий. Влагоздерживающий. Так что в случае чего даже теплее будет. Погнали. Я только что пытался съесть какой-то непонятный зверь. Он появляется внезапно, из-под земли и очень сильно меня пугает. Значит, двигаться нужно быстро, хаотично и непредсказуемо даже для себя. Так, судя по тому, что туда вдаль идет дорога, нам нужно куда-то далеко туда. Направо я бы не стал сворачивать. Поедем узкими путями. Погнали. Вау, а это кто? Медведи подобные. Вообще. Что это такое? Почему они охотятся на меня толпой огромной? Я не пойму. Стабрэнгк. Почему? Подождите, ребята. Да что не так? Почему? Под... Подобум. Офигеть, 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 офигеть. По мере того, как нагнеталась обстановка, я был готов своей жопой уже делать алмазы. Итак. И хуй да это мы приехали. Нам просто... Один вопрос. Это только что сделал я от страха. Или это земля просто приподнялась. О, а вот и следующий знак. Что нам нужно вон туда. Но пока мне интересно, что здесь. А здесь что? Здесь есть... Что это такое? Взять серебряная руда? Зачем мне серебряная руда? Наверное, для того, чтобы изготовить серебро. Офигеть. Офигеть. Что за червячок сейчас тут вышел? Что это? Что это? Опа-на. Смотрите. Какая-то дырка. Офигеть. Ни хера себе. Да это же инопланетный телепорт. Ясно. Ясно. Теперь я знаю, куда телепортируют. Куда телепортируют ворота из той пещеры, которая находится с той стороны, где реактор. Ставить ионный куб, чтобы активировать портальные ворота. Но это еще не все. Смотрите, здесь еще одна дырень. What the hell? Нифига себе. Таблетки для очистки воды. Две штуки. Аптечка. Fuck, motherfucker. What the hell? Что здесь? Вау. Вау. В рот мне ноги. Нифига себе. Да здесь целый телепорт. Аптечка. Батареечка. Да, кстати, батареечку надо взять. И надо бы перезарядиться. Надо бы перезарядиться. Глеб. Стало нам только чуть-чуть высадаться на поверхность, как за нами начал пристально наблюдать местный обитатель. Я предполагаю, что это дикий лебиафан, живущий на поверхности. Но мне от этого легче не становится. Потому что на поверхности нахожусь я тоже. И это все усложняет. Понимаете? Приключения становятся не такими веселыми. Они становятся пастыми. Тем не менее, мы, набрав в себя немного воды, чтобы спустить ее позже назад, отправились дальше. Я надеюсь... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о... Да... Срань! Пересрань! я так полагаю за залива модуль данных эффектов очень сильно в этом месте здесь почти определенно находится информация жизненно важен для создания моего тела холы щит я так думаю нам нужно что нам нужно нам нужно не двигаться если двигаться возможно вот не заметит не реагирует возможно до движения делай шаг делает вам и тебе писта так 6 я не знаю куда мы движемся да что с тобой не так огромная личинка круговые движения что ли подзависла знаете очень надойливый мужик честно говоря а это что возможно это остатки от какого-то левиафа да смотрите давайте исследуем ледяной червь невероятно большой опасный левиафан длиной приблизительно 95 метров с толстым пластинчатым экзоскелетом который передвигается в толще льда с минимальным сопротивлением броня ледяного червя покрыта толстым экзоскелетом направленными шипами назад экзоскелет защищает мягкую поверхность часть тулущей червя во время движения сквозь лед шипы создают подобие гусениц который быстро проталкивает таявшую воду назад во время копания аналогично протектором шин передняя часть ледяного червя покрыта толстой кожей который не требует брони прогретый рог рог ледяного червя самая толстая часть этого существа внутренние внутренние полости цвета заполнены отложением частиц щелочных металлов которые бурно реагируют свотой вызывая экзотермическую химическую реакцию когда ледяной червь роет микроэктомические желобки постоянно проводят воду в эти полоски позволяя ему легко закапываться поведение ледяной червь засадный хищник он полагается на звук проникающий в толщу льда и сообщается ему с потенциальной жертвой затем он пронзает лед и атакует с помощью рога и жвал с помощью звукового устройства червя можно временно отвлечь так я все тебе дайду звуковое устройство так предлагаю переждать судя потому что здесь дохера скелетов этих ледяных червей здесь походу их подписи в общем подождем так а между тем это конечно было прекрасно но я кажется опять заблудился мне бы координаты того куда мне нужно идти так вот вижу подсказку видимо мне сюда куда-то наверное возможно даже наверх там есть как ух ты чуть не упал прикинь чуть не упал так судя по всему мне надо куда-то вниз по вот этой штуки давайте отправимся вниз по вот этой штуки там видимо был сход куда-то сюда да смотрите кажется это то что нам нужно итак мы нашли фрагмент ткани архитектора и мы отправились обратно после дома который находится на дне где живет маргарит мы уже находили секретную комнату с фонтаном где лежал скелет архитектором теперь мы нашли ткани архитектора осталось найти сердце архитектора и можно идти собирать тело архитектора ни хрена себе и я отправился обратно на к море ходу для того чтобы собрать последний настоящий элемент для тела архитектора приключение мать его тогда я подожду вопрос только один правильно деле еду назад потому что вперед то не помню как ехал но судя по всему вы двигались правильно дорога назад оказалась гораздо быстрее чем я думал потому что мы дали куда мы едем а когда бы ехали вперед вы не знали куда нам назад потому что не было ничего впереди то говорила бы нам как ехать двигаясь назад червь нас все меньше и меньше беспокоил возможно это тактика такая напугай сейчас а не потом поэтому добираться назад было довольно таки комфортно наши поиски в части тела архитектора почти были завершены осталось совсем немного добра в части тела я решил немножко остановиться и передохнуть переждав за одну ночь которая наступила внезапно чтобы с рассветом отправиться на сборку тела архитектора и так ребятки время пришло нам отправиться на сборку частей архитектора воедино это будут самые жестокие самые невероятные приключения я надеюсь потому что до этого было все обычной прогулкой по лесу люди по карте которые мы получили ранее где-то здесь под островом ну или то что можно назвать на дне океана в общем под этими ландшафтами есть подводная пещера спуститься в которую нам нужно прямо сейчас и там где-то находится то что поможет нам собрать воедино все части тела архитектора и сделать дело для архитектора осталось только найти проход для этого мы будем блуждать может быть не один час может быть не другой час но с уверенностью могу сказать некое энное число времени поплавав немножко мы наконец-таки разгадали тайны входа в пещеру и оказалось что вход в пещеру находится неподалеку от дома маргарет женщиной живущей роде вот они кристаллы соблюдайте осторожность поблизости существо класса левиафан на это еще что такое что на этот раз да что ты такое что за между ножное продолжение что это такое было ну чтож ребятки кажется время охренительных приключений дождавшись когда эта тварь убежать я набравшись мужества отправился дальше будем передвигаться от дырки к дырке возможно это так дико спасет нашу жизнь вроде пронесло что еще нас здесь ждет какие таинственные существа сейчас мы с вами узнаем кристаллы в этом месте сбивает мои сенсоры с толку но я все чувствую внизу что-то важное комплекс либо компоненты тела возможно и то и другое не могу сказать вот лучше бы ты разобрался бы поточнее это как бы понятное дело ты ты уже бёртв почти можно если так выразиться астральный отпечаток в моей голове а вот я еще как бы обладаю физическим телом и мне есть что порвать понимаешь ну что то не нравится мне эта равнина так давайте же спустимся глубже ухты какие красивые кристаллы какие странные банчики офигеть возможно мне сюда ухты кто-то до хрена здесь этих пиявок я застрял я ощущаю приближение значительного комплекса где боюсь будет дефицировать мне только что жопу чуть не порвали он там ощущает что-то тебе ощущать то нечем еще один в смысле алё вот вот он вот он комплекс каждый я нашел его и но надо срочно починить мой кораблик а то я не выберусь отсюда на офигеть это произведительный комплексе мы построим мою следующую форму сначала мы должны найти все необходимые компоненты пицц и сосредоточиться на этом ты даже не дал чем это место было но ты говоришь мне на чем сосредоточиться я пытаюсь подбодрить тебя тоже давайте исследуем этот комплекс о круто полианилин алмаз 3 пласталевый слиток караокапсула синтетическое волокно гелеобразный мешочек а почему мне сказали что сюда еще ресурсы нужно принести я понимаю я думал бы исследовали и все и на этом закончилось мне еще нужно ионные кубы но нормально я все ионные кубы на базе оставил это мы столько проплыли чтобы вот это все вот это а здесь у нас что здесь походу какой-то пульт управления да он не активируется пока мы наверное не поставим и не построим те штуки а здесь какая-то инопланетная электроматка какая-то я не знаю что это вообще такое так ладно в общем ребятки какие действия мы обречены нам нужно возвращаться обратно и собирать эти чертовы ресурсы во всем сделаем это быстро и за кадром и вернемся не переключайтесь так ребятки мы снова приплыли к нашей базе это было ужасное путешествие было было очень страшно и я прям прям боялся что меня в этот раз сожрут но тем не менее мы собрали все что нам нужно и приплыли в этот замечательный будем его называть сборочный цех для наших сборок тела архитектора собрав все необходимые ресурсы мы сейчас попробуем сделать тело архитектора здесь нам нужен полианилин алмаз 3 это было несложно пласталевый слиток одной из самых первых наших сплав изобретений и так и так алан ты сказал что твои люди прибыли сюда в поисках лекарства я был исследователем ты был ученым как и я мой народ относился к моему научному вкладу с особым интересом как и я говорю же если это твоя интерпретация также твой тэн на научный ум оказался зараженным не мою мое тело возможно тебе следует построить следующий компонент и так это тот скелет который мы дошли в дизу возле какого-то фонтана который валялся на полу вот собственно мы его воспроизвели теперь нам нужно воспроизвести что-то изготовить что-то ткани ткани архитектора мы нашли с вами буквально недавно в ледниках так ты прибыл сюда чтобы дать лекарства я руководил миссией значит бактерия выбралась из-под твоего присмотра данная тема мне неудобно если ты хочешь узнать больше я должен попросить тебя построить последний компонент это последняя часть скоро я снова стану автономным то ты будешь делать со своей новообретенной свободой я хочу вернуться домой и загладить свою вину вину из-за бактерий кажется что ты много чего мне не дорассказываешь мне тяжело дойти слова мне нужно собраться с мыслями у нас есть все необходимые компоненты ты можешь начать процесс изготовления тела с этого терминатора терминатора ты все еще должен мне объяснение я понимаю не не терминатора терминалом значит у нас есть и необходимые компоненты бы их только что собрали и теперь нам нужно их в сочленить в одно целое в дашей в сайбер матки с помощью вот этого вот я вот это вот вот это вот начать изготовление носителя запуск изготовления носителя распространение бактерии было несчастным случаем я полагал что мое решение абсолютно надежно я ошибался ты ты вызвал несчастный случай да я не хочу об этом говорить можем вернуться к этому позже офигеть значит вот так выглядят архитекторы подожди чё-то я не понял подожди да что то что это такое что это за рыцаконь вообще стоит а все это за несчастное создание такое сверху шлем сбоку инопланетное что снизу какая-то не могли что-нибудь интересное классическое придумать с большой головой и маленьким телом и вылупленными черными глазками мне как-то привычнее это воспринимать что это дренея конь дрянаконь точно ты будешь теперь дрянаконь у меня ну ладно погнали начать передачу начинается передача данных нахридеть получилось мы я уже очень давно не смог подтянуться то ли из берегих это словно пробуждение офигеть что у тебя если ты еще и тряна конь шива какая-то я не пойму ого эй ты правда больше не в моей голове кое-что осталось очень отдалю твои воспоминания я сказал тебе что должен вернуться домой отсидеть почадить загладить вину скажи мне больше когда бактерия вырвалась это была моя вина я не подчинился директиве моей сети но нет мы заметили что молодняк одного из видов левиафадов вырабатывает фермент эффективных против бактерий я думал что поместив яйца морского дракона в инкубатор мы ускорим их улупление я не ошибался нам оказалось что родительские особи морских драконов сильнее и упрямее чем мог вынести и бактерия вырвалась сколько из вас пережил эпидемию там домом они все еще ждут пока кто-то нибудь придет им за лекарством я не знаю я могу помочь тебя не заботит факт что я утаил эту информацию это была бессомненная манипуляция но я сама надеялась надела кучу ошибок так что я все еще желаю помочь я принимаю твою помощь найди меня у врат когда будешь готова тем временем мне нужно подготовиться место нахождения сигнала загружена в кпк один врат куда еще нам нужно идти комплекс фазовых врат архитектора вон куда же 1800 метров пожалуйста я присадюсь тебе на базе врат когда все будет готово но сейчас мне нужно многое подготовить а что подготовить ты просто тыкаешь хвост текстуры окей как сказал алан и описав там в коротко историю первой части мне он нас будет ждать и возле фазовых врат каких-то фазовых врат и вообщем нам только предстоит узнать что за комплекс фазовых врат в общем добираемся до комплекса фазовых врат даже опять через листов этих да что ж такое то а есть путь покороче я не знаю ну попробуем вдоль стеночек по прямой добраться до фазовых врат да что ж такое то так вроде пройдет сло руки-доги целы в общем постараемся больше им не попадаться на пути а вот и огромная пространственная дырень до смеркалась в общем предлагаю двигаться вдоль стеночек я смотри да шо ж ты такой липучий то я не знаю геморройник или как ты там называешься вот и какой представучие вот это ж присоска я тебя кричу выдал делся надо неважно вот делся ух ты давай 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 прямо сжималась как у кальмара так так пока все отлично я пока не знаю куда я плыву я надеюсь что на поверхность я очень надеюсь что я плыву правильно что это выход при дом при этом осталось еще 600 600 метров и мы увидим что это за фазовые врата добравшись до суше по последним координатам фазовых врат мы двинулись далее пешком о я кажется знаю что это за место да мы здесь были помните в самом начале игры когда мы обнаружили эту базу это исследовательская лаборатория а дальше по пути сквозь эту щель а дальше пути сквозь эту расщелину находились странные ворота но мы туда не заходили но теперь-то мы точно зайдем и узнаем что там и как это все работает вот оно мы уже почти близко да фига себе он двигается ты все еще хочешь иди со мной по ту сторону телепорта обратного пути не будет ты шутишь откуда пришли архитекторы там уже другого транспорта мне нет я не знаю что нас ждет остальные могут быть больны или настроены враждебно если они вообще живы или же ты обретешь там спокойствие семью надеюсь так и будет пожалуйста завершив все неоконченные дела на этой планете когда будешь готова уходи и найди меня на той стороне что у меня где законченного то в принципе так что присесть на дорожку атак ах ну все я все дела окончил свои пошли вау что это во что это мы еще там или здесь ты как раз вовре робин фазовые врата открываются ты все это время скрывал здесь фазовые врата только последнюю тысячу лет они приведут нас домой не удивительно что ты прятался от альтеры необходимо было защитить родной мир в задежде что остальным удалось выжить да поможешь мне подготовить корабль нужно расставить энергетические мачты по местам но теперь другое дело нажмите f8 чтобы сообщить об ошибках так и что мне что у тебя под словом мачты вообще что ты имел ввиду а все я понял это вот эти штуки так бы сказал вот эти вот камень я поставить на место тише тише да а то сейчас не поставишь а вставишь вот это вот еще не хватало на первом задании самого сама вот это прижатием заниматься отлично отлично возвращайся ко мне и я начну сборку корабля хорошо мачты на месте энергетическое поле готово нельзя терять ни минуты тоже я так не умею прыгать а ты куда вау так лет спускает стал цельсто вау так извиняйся робин а а а понял да а а не сразу да что ты от меня от меня хочешь теперь все ясно прошу 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 прощения левиатор был откалиброван под более тяжелые тела я бы помог тебе подняться на ноги но как видишь я полностью интегрирован в корабль это необратимо нет ничего необратимо ты готова да я дошла двигаться дальше мне не вернуться дальше мне не вернуть сэм но я знаю что она погибла сразу и что и что я закончила ее работу я до сих пор не хорошо приготовься мы отправляемся в путь погнали погнали запас через три две одна а 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 и а что будем нас ждать если я последний есть Пытаю кого-либо слуга Саня десятков чего-то там. Это какой-то конденсацити или как это? А если они живы с тобой, я готов к любому исходу. Субтитры делал DimaTorzok Это финал. Было интересно. С вами был канал Ольга. Субтитры делал DimaTorzok